Вау! Наш автобус уехал. Это смотришь. Я глядываюсь, и нигде нет. Просто так. Ева отравилась чем-то. Сосотка. Только что произошло непоправимое. Ева-то опоздала на йогу. Я не скажу, да. Это то. Опа! Слишком милая. Мерга, Банки взяли. Всем доброй ночи. Начинается новый влог. Новая поездочка. И я вас встречаю в 23.33. У нас супер ночной рейс. В 2.40. И мы решили просто не спать. Я сейчас сижу за монтажом видосика, который, я думаю, вы уже посмотрели. Потому что он в честь семилетия моего канала. Да? Привет. Спокойной ночи. Вон у Евы там спокойной ночи. Она отсыпает свое. И да, у меня очень интересный новый маникюр, который мне уже не нравится. Ну, в первый день мне он нравился, потому что он смотрится очень футуристично так. Гемеатрично. А сейчас мне кажется, что это просто фломастер. Мы летим в Тордио! Все. Я пойду монтировать дальше. Мы сейчас полетим на самолете, малышка. Ева. Ты рада? У нас в этот раз какие-то аномально большие очереди везде. И здесь тоже. Я обрадовалась, что мы все прошли, но нет. Мы наконец-то здесь. Нам впервые дали места прямо у туалетов. Ну, типа, предпоследнее место. Смотрите, какую интересную штуку покажу. впервые используем. Это такой гамак, который продлевает сидение. И получается, и ножки сюда можно выпрямлять, и игрушки не падают. Я не знаю, каким-то левым макаром прикрепила, но вроде держится. И здесь же будет Ева лежать сейчас спать. Надеюсь. Нас встретил восход. Прекрасный восход. И куча автобусов. И нам нужно сейчас найти наш по номеру. Получается, так как у нас тур куплен, нас здесь уже ждут. И все вместе поедем. Ехать минут 40 до отеля. Прекрасно нас встретила Турция тем, что наш автобус уехал. При том, что нам сказали, что ждали нас полтора часа. И это максимум, сколько они могут ждать. Но это неправда, потому что мы самые первые выбежали. И мы решили не ссориться ни с кем. И просто сами вызвали такси. Но обязательно обратим на это внимание. Попросим либо средства вернуть за это, либо вообще как-то объяснить, потому что это как-то нечестно. Где постоит куча автобусов. И наш автобус уехал, не дождавшись нас. Я поехал. В итоге очень так неплохо. Пока. Даже лучше, чем в автобусе сейчас бы мы ехали. Пока у нас все чистенько и красивенько. Можно отснять room tour. Небольшой номер. Я не поняла, зачем здесь кровать. Вроде мы не заказывали кровать. Денис такой зашел, говорит, это мне. Ева, как всегда, говорит по телефону с кем-то, сообщает о важных новостях. Наши чемоданы. Здесь шкаф-купе в туалете Денис. Здесь такое зеркало. Красивое зеркало. Но самое красивое, это, конечно, вид. Вид на море и на горы. И на сад. Прекрасно. Евик, пойдем купальники переодевать. Надувные круги брать? Да. Пожалуйста. Зубных наборов два. Не думаешь, что ела безумно, что ли? Да, дуй. И маленький, маленький туалетик. Ну, как бы, в принципе, все самое необходимое. Душевая кабинка. Большое зеркало. Халаты. Умеличительное зеркало. Всякие причиндалы. Сейчас надену ленту, купальник. И пойдем купаться. И изучать территорию. Ева, пойдем полежим, отдохнем. Вот тут. Ты на свою кроватку пошла? Да. Все, воспитал. Продолжение следует... Перенести ноги на другую сторону. Ой, а папа это получше нас делает. У меня все сразу потянулось и хрустило. Ну, в моем возрасте надо уже размытку делать. Смотрите, что мы нашли. Идем такие просто по территории. И видим вот такие вот штуки. Их очень много здесь. Такие они покусанные. Кажется, что какое-то животное поело. И похоже, это финик. Надо посмотреть в интернете, растут ли так финики. Вообще, можно это трогать руками сейчас, не знаю. Но их здесь так много и более зрелых, спелых уже. Но деревья вообще не финиковые. Они такие мягонькие, прям и пахнут как финик. Прям как будто их кто-то хорошо так погрыз. Я когда бронировала отель, я даже не помнила того, как прикольно здесь для детей. И, кстати, для родителей тоже. Потому что здесь есть аниматоры, с которыми можно, если что, деток оставить там на 2 часа. Вот такая огромная детская зона здесь. На разные возраста. Здесь, представляете, даже есть детская комната. Детки здесь могут остаться спать. Посмотрите, какая милота. Звездное небо над головой. Тут даже таких малюток оставляют, видимо. Мы будем тусить тут. О, здесь тоже что-то. Здесь кухня. Их еще и кормят. Интересно, что в холодильнике. Тут детские пюрешки всякие лежат. Ура! Я научена горьким опытом прошлых влогов, что иногда, когда ты снимаешь на влоговую камеру, очень долгие свои разговоры. Во время монтажа оказывается, что дул сильный ветер. И половину твоих слов было не слышно. Поэтому вот такие минутки я буду записывать на микрофон впредь. Что могу сказать? Турция вообще покорилась с первого взгляда. Меня удивляет, почему мы раньше никогда сюда не ездили. Потому что, знаете, обычно люди начинают путешествовать с каких-то более таких привычных, классических направлений. Там, Турция, Талант, что-то еще. А у нас было первое направление с Денисом Индия. Особенно с ребенком здесь настолько комфортно. У нас сегодня такой день просто изучений. Полдня мало того, что мы просто проспали. Легли такие передохнуть. И все, вырубились. Потому что ночь была такой себе. Нашли место, где можно Евика оставить, если что, с аниматорами. На два часика, если мы захотим. А мы захотим подвигаться. Да даже просто поплавать. Типа просто поплавать вдвоем. Не думать ни о чем. Потому что Ева капец стала активной. Сегодня мы сидели, играли в песок. Две секунды ровно. Я посмотрела вдаль. Две. Вот реально. Не пять секунд. Я глядываюсь, ее нигде нет. Море. Налево смотрю, направо. Никого нет. Смотрю. Главное в море. Что типа... Ну, в море бы она точно не зашла. Она немножко побаивается именно волн приходящих. Молодой человек рядом подсказал, что она там вообще убежала куда-то очень далеко налево. К другой девочке играть с ней в совочки. В общем, она очень быстро бегает, очень быстро передвигается. И здесь, конечно, ей прям очень кайфово. Она везде валяется, бегает, все изучает. Что-то мне подсказывает. Это будет лучший наш отпуск вообще в истории. Солнышко здесь село ровно в шесть. Мне кажется, прям по часам. Такие красивые отголоски заката. Ева, поехали. Мы еще вернемся, покушаем и вернемся. Посмотрим. Как я тебя и услышала, папа. Ева, смотри, ковер самолета. Ева, а почему вот Ева именно, девочки, всем Ева. Честно, очень красиво. Ева, смотри. Вау. Вот щит, да, вот смотри. Вот так сделай. Сам крутится. Вот так. И красный коврик. Ой, нету, спрятался. Смотри, смотри, я тебе покажу. Не два. Иди сюда, иди сюда. Ты сейчас вот так открывай. Вот красный наверху. Ух ты, фокусы, папа. Слушай, как это произошло? Ну, вот так, как это. Как-то. Шесть утра местного времени. Тишина. Такой красивый еще рассвет. И шум волн. Пойдем сейчас гулять. С утра здесь так прохладненько. Пригодились наши теплые вещи. Я вот в костюме, в котором летела. Но это тоже такая приятная прохлада. Вообще так классно, что здесь не жара сейчас. Это прям идеальное для нас время. Получается конец сентября. Днем доходит до 28, до 30 градусов. И вода в море, она так освежает. Именно приятно. Сейчас будем делать разминочку на берегу моря. Что за жизнь? Впервые вижу такую штуку, которая чистит, видимо, песок. Вообще по всей площади вот такие вот полосы. Туда, сюда, туда, сюда. Наши следочки. Одни из самых первых. Давай. Давай. Утреннее морюшко прекрасно. Немного так освежает. Но так приятно наматывать круги. Потому что ты разогреваешься прям такой изнутри. Сам себя греешь. Как называется это чувство, когда ты только приехал, но ты уже понимаешь, как будет грустно, когда ты будешь уезжать? Ева, вы милые? Слишком милые. Ты согрелась? Ева, папа почти готов. Ты знала же, где бутербродик? Что еще спрятим? Ева, что еще будем прятать? Морковку или перчик? Морковку. Четыре, пять. Я иду искать. Нагуби, вижу, морковочку, маленькую. Наверное, перчик. Огурчик. Такой тренажерный зал. А-ля тренажерный зал. И все здесь из дерева. И на свежем воздухе. Белый песочек. Можно тренироваться. С таким прекрасным видом. Ева вот висит. И, кстати, здесь тоже лежат эти финики. Представляете? Те самые финики. Загадочные какие-то. А над нами кедр. Евик. Кто у нас проспал три часа? Да будет свет. Мы такой диван соорудили. Пристройку к нашему. К нашей кровати. Повсюду бардак дикий просто. Потому что мало места. Никуда ничего складывать. Это его парашют. Он за катером летит. Классно. Мне в тот раз в Сочи очень понравилось. Это прям незабываемые впечатления были. Мне кажется, мы тут можем повторить. А пока я вам покажу наш горшок. Мы исправляемся. Учимся на своих ошибках. Мы в Армению не брали горшок. И в итоге в отеле нам не дали. Собственно, и здесь нам тоже ничего не предложили. Шарик. Это не шарик. Это парашют, Ева. Ты вырастешь и будешь летать. Да. Не вызвалась. Парашютик. На парашютике. Большая, большая. Большая, когда будешь, да. Ева, это что? Шарик. Горшочек. Какого цвета он? Фиолетовый. Фиолетовый. Тебе нравится твой горшочек? Это розовый. Розовый. А это розовый. Это белый. А это белый. Все рассказала. В общем, он складывается очень круто. Вот эти ножки складываются вовнутрь. Эта штучка тоже туда прямо уминается. Ой, мячик. Мячик? Да. Где? Сядет. А, мячик-то. Ну да, конечно, взяли. Вот он. Давай ты сходишь на горшочек, и мы пойдем к папе. Да. Давай. Ты заботишься о папе на голове? Да. Давай. Давай, вставай. Догадайтесь трех раз, почему я лежу, чувствую себя абсолютно свободно. Ни за кем не надо смотреть. Никто ничего не требует прямо сейчас. Что случилось? Что произошло? Оставили Еву с аниматором. Это женщина, к которой обычно детей там 3-5 приходит. Сегодня вообще никого не было. То есть она прям как будто индивидуальная няня для Евы. Оставила нас Еву вообще спокойно. И в итоге, если все получится, если все Еве понравится, мы можем так каждый день оставлять Еву на несколько часов, а сами идти в аквапарке или летать с парашютом, или просто лежать. Так, родители вышли на охоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 То есть в самом начале ты должен резко так в шагу, а я как гусеница вот так вот просто в купальнике вот так вот ползла, потому что она не скользила. Я подумала даже, что просто вода кончилась, но вода не кончилась. А то, что пошло дальше, я сейчас покажу этот спуск. Вот эта зеленая горка, она просто практически вертикальная, и я ждала вот здесь вот, я все ползла как гусеницу, вот здесь вот ползла, чтобы просто съехать вниз. Здесь начался резкий спуск, и я поняла, почему она может быть больной. Потому что если ты не прижимаешь плотно ноги, то вся вода, которую ты растекаешь с невероятной скорости, попадает тебе, вы сами понимаете, куда. И это было так больно. Это на такой скорости, что тебе сделали клизму на невероятной быстрой скорости. Я встала, у меня первые шаги, я вообще не могла сделать, все вокруг меня такие, что, 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 случилось. Прекрасно. Закончили. Здравствуйте, мы за Евой. Ева, тебе понравилось? Да. Пойдешь завтра еще? Да. Ну, здорово. Я тоже очень рада. Такое местечко прямо райское. Я не поняла, почему здесь никогда никого нет. Может, мы единственные откопали это место, но вряд ли. Здесь какие-то лакшери-виллы тоже от отеля получаются. Невероятной красоты водопад и гамак. Кстати, надо заметить, что Евин возраст сейчас, наверное, один из самых классных и интересных. Путешествовать с ней стало намного проще во всех отношениях. Она как маленький взрослый человечек, с которым можно прикалываться, шутить, договариваться и расти вместе с ней. Я не забываю. Я не забываю. Идем встречать рассвет. Будем делать зарядку? Нет. О, там так красиво гора освещается солнышком. Нет. Нет? Некрасиво? А ты посмотрела хоть? Нет. Не в настроении проснулась, да? Вот это самое лакшери-место. Тут уже разбирают с самого утра места. Поэтому я тоже иду со своим полотенцем. Персик. Персик? Мы съели персик? Да. Это и персик. Съели уже персик, Евочка. Медлиные Продолжение следует... В Турцию обязательно берите маску для плавания. Наблюдать за рыбками одно удовольствие. Вода здесь прозрачная, можно надолго зависнуть за этим делом, разглядывая их вблизи. Как лошадка? Лошадка кушает хлеб, правда? Нет. Девочка, ты готова прыгать? Ну подожди, сейчас дядя придет. Сейчас дядя тренер придет. Ну и готова? Да! Сейчас что-то начнется. Это было так интересно. Мы сейчас зашли впервые вот на эту детскую дискотеку. Я вот такая первое время вообще не поняла, типа, что происходит, вроде потанцевала. А потом, когда вышли вот эти аниматоры именно, она так, нет, отвела меня в сторонку. И что самое интересное? Мы это шли немножко, и она такая, мама, это что? Я говорю, это дискотека детская. Здесь все танцуют. Она говорит, мое платье, где мое платье? Просто там много деток были, ну, типа, нарядно одеты, там, платье у девочек. И я говорю, ну, она дома, давай завтра мы тебе придем в платье. И она говорит, на качельке. То есть она не смогла танцевать, ненарядная. Мы на качельках. Ева, ты завтра сюда придешь в платье? Да. Ева, ты завтра, ты завтра. итак у нас четвертый день пребывания в отеле и мы сегодня дошли до самой правой части на территории в машину на воде ferrari это как катер и можно туда всей семьей можем севиком хоть сегодня поехать сейчас как раз мы все разузнали все записали а еще мы нашли песочницу детскую можно сюда съем в эту часть приходить и стыка песочница с игрушками с кучей игрушек в общем правда жизни в том что не стоит этот феррари свои деле 100 долларов за 15 минут проехаться мы даже не откатали 10 минут потому что интересно во первых во вторых об волны бьешься но мы долго не расстраивались и решили сразу после завтрака отправиться на канатную дорогу тем более что ехать до нее было совсем недалеко мы хотим поехать на канатную дорогу я не всегда это же ствол ворона наверно денис посмотрела не и в интернете просто типа в википедии и знаете какой там было описание что она вторая по протяженности во всем во всем мире интересно вспомните вы или нет какая была самая первая по длине она была в армении как раз удивительно так что мы одни горы собираем я готова готовы и вы ты будешь искать козлов на горе иф ты хочешь наверх оооооооо Оо, какая красота О да, красота Смотри как далеко вниз Тут немножко все в облаках сегодня, потому вдаль ничего не видно, но все равно красиво. Ну, в этот день нам явно не везло на активности, но мы решили закончить приятным, опробовать турецкий парасейлинг. Это такой полет на парашюте, который закреплен за катером. Держись. Держусь одной рукой. Ух ты, надо камеру не потерять. Что-то натягивается. На вода! Ой, как красиво! Вау, 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 о май гад. Ой, так красиво! О, смотри, что там плавает. Да, я тоже видела. Черепаха, черепаха. Да? О, где? Маленькая. Офигеть, я черепаху видел. Круто. Я видел черепаху, я видел черепаху. Вот это очень красиво. Я тоже хочу черепашку увидеть. Он сказал, что сейчас вообще почти нету их, потому что холодно для них. О, а там Ева. Это вот точно та активность, которую можно попробовать. О, смотри. И мне кажется, она стоит своих денег. Это 8400, да, где-то стоит на наши деньги? Ууу, очень прикольная такая. Ой, какая теплая! У меня в планах сейчас посетить местный салон красоты, потому что мне вообще не нравится, что происходит у меня на ногтях. Когда я делала этот дизайн, мне очень нравилось. И в процессе, и часа два после. Но уже на следующий день я не могла прямо на это смотреть. Сейчас я хочу просто все это снять и покрыть прозрачно, с каким-нибудь укреплением. И заодно посмотрим, как здесь делают вообще маникюр. Это кто? Это разный цвет для ноготков. Вот эти. Посмотри. Ого! Много! Это твоя часть маникюра. Другие пальчики тоже, да, и тетя? Другие пальчики. Итак, хвастаюсь результатами. В целом, я получила то, что мне надо. Но, конечно, не сравниться с нашими русскими мастерами. И даже не то, что русскими мастерами, а именно нашим сервисом и стандартам качества. Потому что у меня был запрос супер простой. Снять гель-лак, убрать дизайн и покрыть сверху прозрачным. Не знаю, видно вам сейчас или нет, но указательный палец сильно отличается от всех остальных по цвету. Он как будто полупрозрачный, остальные белесые. И вот такие вот моментики. Просто не подпилили. Когда на этапе покрытия топом, это сверху финальный слой, я спросила, поздно, да, уже убрать эту оранжевенькую точечку? Как и здесь, собственно. Мне сказали, ну она же маленькая. Я даже не представляю, чтобы нас так сказал мастер. И не убрал все-таки цвет. Но мне на самом деле самое главное было просто, чтобы был прозрачный маникюр. Я этого добилась. Правда, очень долго. Мы в итоге делали час сорок. Очень неторопливо. Но, наверное, то, что меня максимально повергло в шок, это цена. Просто ваши догадки, сколько может стоить снятие. Нанесли прозрачную базу, собственно. Закрепили топом. Как вы думаете, сколько это может стоить? У нас, в наших салонах, я бы назвала цену, ну, 1800-2,5. Это в Екатеринбурге. А здесь я дала 7000 рублей. Программы при турецких отелях – это вообще отдельная тема. Многие мы пропустили, потому что они начинались тогда, когда мы уже ложились спать. Но в этот день попали на Октоберфест. И Денис исполнил маленькую мечту – оседлал бешеного быка Родео. Многие я даже не пал. Я не могу, это én пах up и я же потеряю их. Imprunt. Помоги! Иди сел. Иди сел. Иди сел. Иди сел. Иди сел. Иди сел. Я тоже решила попробовать, тем более, что выглядело это не так-то сложно. Но ключевое слово здесь выглядело. Мы решили скоротать вечеров за изучением немецкого языка. Что такое? Это мои права. Нет. Но это мое? Да. Это как this is my... Что-то мое. Да. Что такое тыш, как думаешь? Подскажи. Мы видим его прямо сейчас. Стол? Угу. Это мой стол? Да. Какие-нибудь выражения устойчивого хотя бы? Так, конечно, не догадаться. Я больше, чем лучше. Ты на турецком заговорила? Нет, это устойчивое выражение. Я больше, чем лучше. Больше, больше, больше. Их, liebe dich. Либо это, либо это? Ты че? Ну, стоячивое выражение. Три слова. Из них второе – либо. Ну, либо это слово. А что такое либо? Либо что-то? В английском есть похожее на L. И в русском. У нас у всех это похоже на... Либо это либераль. Нет, не либераль, типа, либо... Их, liebe dich. Я люблю тебя? Да. Либо. Я люблю тебя. Либо. Я скажу, их, либо dich. Либо. Wie geht's? Что такое wie? Wie – это как? Как дела? Да? Что? Что? Что ты делаешь? Нормально? Нет. Что ты делаешь? Вас спрашивают. Почему ты пытаешься найти что-то общее с русским «вас» и, значит, «вас» спрашивают? Как это работает? А че это зацепляться-то? Вас – это вопросительное слово. Вас. Что? Вас. Махст. Ду. Что? Что вас. Ты. Да, вас – это вопросительное слово отвечать «что». Что ты делаешь? Да, что ты делаешь? Унзере тохте heist Ева. Очень понятно, мне кажется. У нас одна дочь Ева? Ну, да. Можно сказать только не то, что у нас одна дочь Ева, а... Унзере тохта... Наша дочь Ева? Да. Heist Ева. Heist это зваться. Наш дочь зовут Ева. Да. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Что-то другое, да? Вьет, опять вопросительное? Да. То есть и воз, и ви? Вас. У нас, походу, нет больше этой очереди. Смотри, есть в английском такая же фраза. Слушайте. Wie alt bist du? Бист это чудовище? How old are you? Ага. Ich will schlafen. Перевести последнее слово. Эту фразу. Ich will schlafen. Я хочу спать. Да. Гений, не иначе. Когда вы мне говорите, что Ева милейший ребенок, который никогда не капризует, не истерит. 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 Пойдем купаться, малыш. Как нет? Нет. Так, и что? Море мы не любим? Мы море не знакомим? Морь не знакомим? Ха-ха-ха. Кто покупает подобные штуки в последние 4 дня отлито? Конечно же. Хотел заснять радость Евы. Она не ожидает подобного. Ева, корабль. Пойдем плавать на нем. День рождения. День рождения. Нет, с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Прикольная, да, штуковина? Сейчас она может, получается, не обязательно в воде быть, когда плаваем в море. А то иногда холодно бывает. Да, такая лодка просто спасение для детей, если они побаиваются волн в море или если им просто не хочется купаться, прохладно или неприятно. А это мои попытки начать читать книгу в ожидании, что Евик будет в это время играть в песочек. Наглядный пример того, как не получилось. Но книга, правда, очень интересная. Я всем советую. Правда, оценила я ее уже после отпуска. Сейчас у нас будет 15 минут экстрима абсолютнейшего с Денисом. Мы собрались кататься на ватрушке. После 10 минут, которые болят все мышцы абсолютно, такую берут большую ватрушку. Вот, наверное, в этот раз я попрошу съемку с дрона у них, потому что сама я там, конечно, не буду с ними. Кажется, из всего, что мы пробовали, вот такие плюшки – это одна из самых экстремальных активностей. Особенно, если вы заранее попросите вас не щадить и катать как следует. Очень рекомендую тем, кто любит острые ощущения, но держаться надо прямо изо всех сил. Любимая поза в Йоге – лежать. Мама, Слава, перешли. Слава. Ку-ку. Ты где-то спишь, что ли? Привет. Йогой занималась. Картины нарисовала вам подарки. Правда? Да. Когда? Ух ты. Рисовали как могли. Это кто, Ева? Тинозавр. Точно, я тоже так подумала. Да. Очень похоже, правда? Правда. Красота. Ура! Мама! Ну, практически, да. Практически? Да. Давай, ломай. Ева, в душе разрушитель. Я такая же была, Вежда. Я постоянно отламывала голову куклам, разбирала все на части. Вежда, интересно узнать, как все устроено с людьми. Вы видите, что я чутка загорела. Больше я не бледная поляночка. Хотела с вами поделиться тем, что меня безумно впечатлил сервис Турции. Конечно, это зависит от отеля. Я не знаю, как происходит пока что в других отелях. Мы здесь впервые, но не знаю, мне кажется, я никогда такого не встречала, чтобы весь, абсолютно, весь персонал хочет тебя расцеловать, наверное, с макушки до пят. И при том, это как-то не наигранно. Это действительно по-доброму и искренне. И они готовы решить, мне кажется, все. То есть, вообще все. Любую твою просьбу. Очень оперативно. Меня еще удивило, что климат достаточно жаркий. И обычно в жарких странах люди очень медленные, медлительные. Это действительно объясняется тем, что у них все процессы очень замедленные, потому что организм вынужден всегда охлаждаться. Везде, где мы не были до Турции, да даже взять наш Сочи. Люди очень медлительные, не торопятся ничего делать. Официанты, кассиры, вообще хоть кто. А здесь все бегают, как муравьишки, прямо тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И очень энергичные всегда. И вообще для меня новинка, что есть такая тема, как guest relation. Я впервые об этом узнала в Турции, хотя мы много уже где побывали. Это такая стоечка. Нет, это не то, что стоечка. Это целое направление для помощи гостям и для обратной связи, и для решения каких-то вопросов, моментально при том. У нас произошла небольшая печаль. Ева отравилась чем-то, мы не знаем чем. Мы на связи с педиатром сейчас в WhatsApp. Первое, что она сказала, это выдержать сухую паузу, то есть вообще не поить, не кормить, ничего не давать. А потом уже отпаивать по чуть-чуть и когда захочет есть, когда у нее придет аппетит, просто обычную овсяную кашу на воде. Но так получилось, что у нас как раз к вечеру на ужине вообще нет овсянки. То есть овсянка, она с утра. Я подошла на этот guest relation, несмотря на то, что у нас вообще еще не начался ужин, я говорю, сварите, пожалуйста, овсяночку на воде. Они сказали, конечно, уже начали. Через 20 минут овсянка была готова, нам принесли ее в номер. Это приятно. Или то, что на основном шведском столе не было никакого альтернативного молока, было просто коровье. И когда я спросила у официанта, есть ли у вас альтернатива, они сказали, конечно. И я увидела, куда он пошел. Он пошел вообще в бар, вообще очень далеко. Там, где готовят у нас кофе отдельно, всякие напитки подают. Но это не зона шведского стола. Но он пошел решать мой вопрос, потому что это запрос гостя. Так что теперь я понимаю, почему все так любят Турцию. Сегодня попробуем йогу в отеле. Меня зовут Мария, сегодня на кладку ухо от Филёги. Сейчас случится приятная часть путешествий. Одна из самых приятных. Это шепень и покупки подарочков, и наши птички. Наш коллег. Ева, ты выбрала платье? Все, начался шопинг уже. Хочу платье. Типу-типу. Нравится? Ну что, Ева, ты так пойдешь? Ну все. Мимо. В этом путешествии произошло то, чего я вообще не ожидала, и то, что я не планировала. Мы, похоже, завершили грудную скарму, и мы не съели. Я говорю, прям не верится, потому что это произошло как-то в считанные дни, и повторюсь, вообще не так, как я планировала. Мы, на самом деле, уже близились к плавному завершению. Хотела даже вам подробное видео об этом снять, потому что у меня целая схема в голове была, и очень много моментов, потому что все равно, когда бы это ни было, завершение грудного скармливания это такой важный этап, очень важный, и не всегда он безболезненный абсолютно, но, конечно, наша задача, как родителей, мам, в данном случае, делать это максимально мягко, максимально с любовью. Получилось так, что на фоне Евиного отравления, ну, небольшое, то есть как бы так сучит отравление, просто-напросто ее вырвала пару раз, и федиатр предложила отменить грудное скармливание, потому что, ну, отменить, в смысле, подождать с ним, буквально день, посмотреть, что как будет, да, Ева? Очень важная задача. Красотка, покажись. Красотка. В общем, по достаточно уважительным причиням, получается, я Еве спокойно объяснила, что Ева сегодня, как бы, ну, с грудью, никак. У нас, если что, грудное скармливание оставалось только на сны, но ночью она могла проснуться пару раз. Кто, мама? Тигар. Тигар? Я думала, тоже красотка, нет? Мама, красотка. Получилось очень так мягко и плавненько. Я просто сказала правду, никаких там выдумок не было, ничего. И Ева сутки без грудного скармливания, Ева ночь. Ночь для меня была, самая главная ночь, потому что ни разу еще не было такого, чтобы я, находясь с ней, не кормила ее на ночь, и во время ночного сна тоже там не подкармливала хотя бы один раз. Более того, Ева сама стала засыпать за пять минут. Я такая, что? Я открыла какой-то код. У нас последнее утро перед вылетом. На полу уже полусобранные чемоданы. Единственное, что не собрано, это вот эта часть. Как вы думаете, почему? Потому что это подарочки, и сейчас у нас с вами будет распаковка. Было бы здорово, если бы у меня сейчас было время на глажку, но его нет. Поэтому я вам покажу этот костюм немножко в мятом виде. Это вообще любовь, и костюм этот я нашла в фисташком и в белом цветах у нас на территории отеля в одном из магазинчиков, который выглядел, ну, так знаете, как на рыночках у нас висят очень много-много разных тканей, одежды, и я вот так вот просто смотрела, смотрела, и такая, ммм, неплохо. А когда надела, это вообще любовь, это лен, очень легкий материал, и все дышит, продувается. Как я уже сказала, купила такой же в белом цвете, но больше всего мне нравится фисташка. Он просто такая легкая майка и шорты. В этом же магазине я купила подарок маме. Это такая пижама тоже изо льна. Не знаю, будет ли это пижама, или мама как-то захочет по-другому с ней распорядиться, но брюки и рубашка. Вот рубашку можно превратить не только в пижаму, потому что она очень красивого цвета, кроя такого свободного. Ну нет, наверное, все-таки это как пижама. Мне немного большеват, а маме будет хорошо. В этом же магазине я купила маме Дениса и моему преподавателю по-итальянскому вот такие аромадиффузоры, вроде так они называются. У меня таких штук никогда не было дома, но мне всегда нравилось, как они выглядят. Это очень такой красивой формы кувшинчик, и туда вставляются палочки, то есть внутри раствор. Это так невероятно вкусно пахнет. Мы когда зашли в магазин, оно как раз пахло этим ароматом. Без мыла мы ниоткуда не уезжаем. Меня сестра очень любит мыло, всякие такие ручные работы. Тоже мама Дениса обожает. И они все натуральные. Турецкий кофе, вроде как турецкий, да. По-моему, даже он молотый. Но Денис очень любит красивые упаковочки. Дальше идут вот такие наборчики. Это тоже нашим родителям. Это чай. Самый разный именно листовой чай. Здесь, по-моему, наша птичка. Да. Я вам хочу сказать, что с птичками у нас всегда проблемы. Их сложно найти, особенно какие-нибудь интересные, которые относятся к месту, где мы проживали. Потому что чаще всего везде есть совы. Я вообще не знаю, что это за прикол, почему в каждой стране есть совы. Маме моей мы взяли кошечку, потому что она коллекционирует кошечек из разных стран. А у нас вот такой лебедь из какого-то камня, я забыла, нефрит или что-то другое. У нас, в принципе, есть действительно связь с лебедем с этой поездки, потому что на территории нашего отеля есть такая как будто речка. И там у нас фламинго, лебеди, утки. Ну, прям вообще красота. Коллекция пополнена. Так, ну, я говорила, что мыла много не бывает. Это уже в другом магазинчике. Ну, просто невероятно пахнет. Твербена, тыквенная семечка и семена чья. Я люблю подарки, которые, пусть они маленькие, но они действительно будут использоваться с человеком. Ну, мыло уж точно будут использовать люди, будут мыть руки. Это я купила тете браслет. Он из... Почему у меня проблемы с камнями? Я, если вспомню, я здесь подпишу, из какого это камня браслет, но я точно знаю, что ей очень нравится голубой цвет. У нее, в принципе, голубые глаза и у нее очень часто украшения голубые. Дальше. Нашим мамам на пробу мы взяли гранатовый соус. Я вообще сама в жизни не пробовала, но, может быть, пробовала где-то в ресторанах и сама не знала того, но сама дома никуда не добавляла только бальзамический соус. Им можно заправлять хоть что, хоть просто листья салата, хоть рыбу, мясо. Попробуем вместе с ними. Вот такая штуковина специй маме Денису в деревне. Подходим к самому вкусненькому, и это, конечно же, турецкий рахат лукум. Мы купили тысячу упаковок всем друзьям, всем родственникам. Именно вот эту, кстати, фирму нам посоветовали как качественную, с хорошим составом. Ну, как хорошим составом? Чтобы вы понимали, здесь на первом месте стоит все равно сахар, на втором месте кукурузный крахмал. И уже дальше фисташки, миндаль, лесной орех. Ну, мы понимаем, что это именно сладость. Да, конечно, она не суперполезная, но интересно попробовать национальную кухню, национальные сладости страны, в которой ты был. Мы не могли уехать без халвы. Денис обожает вообще халву. Не уверена насчет истории происхождения халвы, но так как халва здесь вообще повсюду, мне кажется, это все-таки турецкая сладость. Ну, или по крайней мере она здесь очень распространена. Это та же самая фирма, которую я вам уже показывала. Здесь уже упакована, и не буду, наверное, вскрывать, потому что, да, потому что она прям плотненько упакована. Подарочек моей подруге. Это маленький бодик для ее малыша. Турецкие ткани, все очень качественно, хорошо, поэтому... Еве в том же магазине мы купили платье, но оно уже уложено в чемодан. Я думаю, вы его уже увидели. Так, что это за красивое? А, это турка. Денис маме своей очень часто покупает турки, потому что Денис решил, что мама их коллекционирует. Но я сколько раз у мамы Дениса не спрашивала, она говорит, да, я вроде не коллекционирую, просто он привозит, и я рада, хорошо. Но в итоге это уже действительно как будто коллекция. У нее отдельная полочка из разных стран. Мы привозим турки. Но из Турции не привезти турку, я считаю, было бы невозможно, особенно если есть такая коллекция. Мама Дениса нам постоянно варит кофе, когда мы приезжаем в деревню. Сейчас все это надо мне еще уложить. Я в последний день умничка записалась на Сапы. У нас сейчас 8.43. Надо заранее было в бэби-клубе бронировать няню. И, в общем, я поехала одна. Денис будет с Евой в этот момент гулять или дособирать чемоданы. А я как раз попрощаюсь с морем. И сегодня, представляете, уже сегодня вечером мы будем в Екатеринбурге. Вот здесь вот Сапы, и вот так вот мы должны доплыть вот оттуда. Явки, пароли, какая у нас была комната. Все, погнали. Коляска, которую мы ни разу не распаковали за всю поездку, но зато она нам сейчас понадобится и в аэропорту. Это что, Ева, милашество? Такие редкие моменты, когда Ева сама придет и обнимет ногу. Тебя зовут пианино? Пианино, Ева. Она напоследок тетя сыграет. Красиво. Наша машинка, наша машинка. Так. Те, кто заходит первым, имеют право выбрать лучшие места. Наверное, это вот здесь. Сзади, чтобы Ева, если что, поспала. В аэропорту были огромные очереди, но как же мы обрадовались, увидев объявление от авиакомпании, что можно выкупить места в самолете. И порадовало нас не столько это предложение, сколько возможность сделать это, обойдя очередь. В итоге всего за полторы тысячи рублей за человека мы получили и хорошие места, и сэкономили час, избежав изнурительного ожидания в толпе. Мне кажется, такого у нас никогда не было. 15 минут, да, вон максимум мы были здесь. Да, да. Сломали все. Мы самые счастливые, потому что мы все прошли очень быстро и уже сидим в бизнес-зале в аэропорту. У нас на самом деле впереди два часа, но это лучше, чем стоять эти два часа в очереди. Я хотела какой-то такой финал подвести итог вообще нашего путешествия. Мне кажется, это первая поездка к 14 дню, к которой мы не устали и не хотели домой прямо вот типа о, дом, наконец-то домой. Ну нет, как бы хочется домой, потому что дома барабаны, потому что дома какие-то привычные места, конечно же, люди. Но усталость от отдыха, знаете, это когда вот уже все монотонно, настолько все приелось, такого вообще не было. Мне кажется, много факторов здесь играют, конечно, потому что постоянно были программы в отеле, ты знал, чем тебе заняться, куча вариантов, чем тебе было заняться, разные интересные активности. Шведский стол тоже с огромным выбором еды, то есть не скажу, что прям очень много растительной пищи, например, было, очень мало морепродуктов, но все равно выбор большой. Сама по себе территория отеля очень большая, что тоже не соскучишься. За один день можешь побывать абсолютно в разных местах и самое, конечно, классное, что детям там просто рай. Особенно, как я поняла, более старшему поколению. Смотрите, кого я нашла. Игрушку для Евы из Турции. И она под водой работает? Ну ладно, одобряю. Она будет плавать? Да, она будет плавать под водой. Да, и бешок. Наши сумочки. Поэтому пластик у вас поломался. Ждем-не дождемся, когда будет ванна. Прикольно, да? То есть он контактная вот эта вот штука. Когда с водой будет контактировать, он будет все время играть и двигаться. Как самолет летит? Вот так вот. Как я выгляжу? Два ночи. Мы в Екатеринбурге. Мы были самые первые на паспортном контроле, но меня впервые вообще задержали. Какая-то ошибка произошла, что-то не так пили систему. Надеюсь, при следующей поездке у меня не будет проблем. Но меня как-то очень странно посмотрели. Потом пришел еще один сотрудник, еще один. Но вроде все хорошо. Мы получаем багаж и предвкушаем наш сладкий сон. Вот и куртки. Вот он! Вот он! Как вы думаете, чем заканчивается наше прекрасное путешествие? Такого не ожидали даже мы. Мы сейчас не дома. Мы в отеле. Просто произошло то, что никто не мог предвидеть. Дело в том, что за время нашего отсутствия к нам домой приходили ребята, которые то ли счетчики проверяли, то ли батареи. Короче, какая-то такая тема. У меня сейчас голова вообще не барит. Пол четвертого утра. И суть в том, что они закрыли не на тот замок. У нас два замка. Один нижний, один верхний. С собой мы брали ключ только от Ниньего, по-моему. Мы просто не смогли открыть свою дверь. Просто представьте это чувство, когда ты уже заходишь в подъезд к себе. Ожидаешь сейчас рухнуть свою мягкую кровать и разворачиваешься, идешь в ближайший отель. Мы еще и одеты так себе, знаете, чисто до такси дойти. И интересно, что номера были только вот такие. То есть, типа, даже не вместе кровать. Ну и ладно, нам уже без разницы. Видишь бы, где? Ева такая заходит. Это что? Ждем сейчас какую-то детскую кровать или диванчик, что-то еще. И будем уже наконец спать. Хотя, кстати, вот у меня сон прошел. Пойдем. А подскажите еще, пожалуйста, я на ресепшн позвонила, хотела зубной набор дополнительно заказать. Два. Мне не ответили. Да, конечно, ничего. Сиди, будешь здесь спать. Ева как раз уже умеет отдельно спать, да? Нам пригодится эта кровать. А то обычно я все время жалуюсь, что они то низкие, то тяжело к ним пробраться. Вкусняшку попьем. Вкусняшку? Да. Сейчас? Не будешь спать, да? Будем вкусняшку есть. Да. Меня, знаешь, единственное смущает, что в ней батарейки и с ней можно плавать. Вот это вот как-то странно. Доброе утро. Ну, точнее, добрый день. У нас 11.30. Мы легли в 5. Проснулись по 12.00. С самого утра мы получили новость, что нашу квартиру наконец открыли и сразу после завтрака вышли гулять. И какая же красивая осень нас встретила. Какие краски. Путешествовать всегда здорово, но самое ценное каждый раз возвращаться домой в родные края. Благодарю за просмотр и увидимся совсем скоро. Пока-пока.